Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим с вами о консолях нового поколения. Дело в том, что новая консоль уже в разработке, это не секрет. Многие уже сделали свой выбор, кто-то сказал, что он будет по-любому покупать PlayStation 5, кто-то сказал, что будет покупать Xbox Anaconda, но меня часто спрашивают, какую консоль я куплю в будущем, ведь у меня одни Xbox и что я куплю в следующем поколении. Хоть я и фанат, но мой выбор складывается из-за рациональности и из-за симпатии, и я не буду покупать продукт, если он гавн по факту. Я куплю ту консоль, которая для меня будет лучшим вариантом. В этом видео я расскажу, какую консоль я собираюсь покупать в следующем поколении и какие самые ключевые факторы у меня будут при выборе новой консоли. Давайте начнем. Пока что о новых консолях информации по сути нет. Да, мы знаем, что в сеть утекли некие характеристики PlayStation 5, консоль действительно будет мощной и, по-моему, тянуть будет фильмы в 8К. Кому она нужна, пока не знаю. Глядя на это, в сети появилась информация, что, несмотря на такие характеристики PlayStation 5, Xbox новый будет, естественно, мощнее. Опять же, это все не факт, это все слухи, и по факту презентации еще не было. Поэтому говорить, что будет мощнее, что будет лучше, пока что нельзя. Насчет мощности новых консолей. Я не знаю, как вы, но лично я не буду обращать внимания, какое железо новых консолей вообще. Мне пофиг на процессор, мне пофиг на ее мощность, на террафлопсы и тому подобное, потому что консоль я покупаю, прежде всего, не из-за железа, а из-за того, чтобы играть в новые игры. И какое там железо, меня волновать, в принципе, не должно. Моя потребность в игровой консоли в том, чтобы просто играть, не парясь, вообще не парясь, в новые игры. Если бы я хотел париться над железом, какую мощность он будет выдавать, то, скорее всего, я бы собрал бы ПК. Также, если смотреть на восьмое поколение консолей, именно на PS4 и на Xbox One, то можно сказать, что мощность не так сильно влияет на все. Да, понятное дело, что если у вас будет немощная консоль, там не будет выдавать 6 серофлов, то, скорее всего, вы не добьетесь разрешения 4К. Там будет у вас 720p, 1080p и так далее. Но, знаете, я прохожу сейчас куду фор на PS4, которая не 4К. Там такая картинка, что я просто иногда охереваю. Вот, честно, там настолько все вылизано, настолько красивая анимация и настолько красивая сочная игра, что, оказывается, можно и на простых консольках выдавать офигенную картинку. И, опять же, для меня выдавать красивую картинку, это не просто растягивает изображение до 4К, да, 4К текстурки. Мне вот чисто на них вот вообще насрать. А чисто делать картинку красивее, сочной, красочной, чтобы были тени, там, чтобы все блестело, чтобы это было, там, классная анимация и так далее. Какие-то аспекты в фокусе, вот, ну, именно вот это, а не просто 4К-разрешение в играх. Мне вот по боку на это, правда. Да, когда я играю на 4К телеке при помощи обычной консоли, Xbox One Fat, то, да, изображение кажется фиговым, мыльным, каким-то текстурки появляются. Да, это немножко некомфортно, но в таких случаях я просто отсаживаюсь на метр назад, и всего этого я не замечаю. Все. Но, опять же, это лично мое мнение, как бы не кидайтесь бананами, что ты говоришь полную херню и так далее. Это чисто мое восприятие и чисто мое мнение. Поэтому мощность я бы вообще не смотрел. Тем более, какой смысл в мощности, опять же, поднимая вопрос об Xbox One X? Да, это, безусловно, мощная консоль. Ну, какой смысл, если там все равно наблюдаются всякие просадки, лаги, и все равно разработчики не полностью используют мощь консоли. Да, некоторые игры идут до сих пор в каком-то натянутом 4К, где-то там не хватает пикселей и так далее. Но, по факту, так быть не должно, если это уж очень мощная консоль. Поэтому все зависит от оптимизации и от рук разработчиков. Если разработчики халтурят, что-то не доделают, то да, мы увидим какой-то маленький урез. Если же все супер, то играется в 4К, там же сет FPS и тому подобное. Поэтому в новых консолях я не буду смотреть на мощность, и мне будет по боку, какие они будут по факту. Мощные, не мощные и так далее. Да, если у меня будет выбор стоять, купить мощную консоль или не мощную, то я посмотрю именно на разницу в картинке. Если же там будет разница как между поколениями, то да, смысл покупать помощнее есть. Если же там будет опять же разница в пикселях, то есть где-то 1080, а где-то 4К, то я, скорее всего, куплю консоль подешевле и на разницу куплю игр. Потому что мне считать пиксели не нравится, мне нравится играть. Кстати, о играх. На них я буду смотреть прежде всего. Я знаю, что у PlayStation есть офигенные франшизы, есть офигенные эксклюзивы, но лично мне нравятся больше франшизы Xbox, такие как Rise, Quantum Break, Gears War. Если мне представить Rise 2, продолжение Quantum Break, я не знаю, Gears War 6 точно анонсируют, и какие-то такие игры, которые мне действительно нравятся, и которые есть только на Xbox, то с вероятностью 99% я возьму именно Xbox. Да, на PlayStation по-любому будут офигенные эксклюзивы. Это прям по-любому. Потому что и на четверке есть офигенные игры, и на пятой они уж по-любому будут. Но сравнивая опять же франшизы, да, типа PlayStation и Xbox, все же для меня лично выигрывают для Xbox, потому что я прям фанат Gears of War. Я очень жду там продолжения Quantum Break и продолжения Rise, если они, конечно, будут. Я не против поиграть в тот же Uncharted новый или в Good of War, потому что эти игры реально для меня годные, и я бы хотел увидеть продолжение этих игр. Блин, ну в последнее время играя в Good of War, я просто офигеваю, как все красиво. Реально годная игра, и на самом деле я чем-то согласен, что это игра года. Прям реально крутяк, я не ожидал, что она такая будет. Далее я буду смотреть исключительно на функции, что предложат в той или иной консоли. Потому что Xbox One я брал еще из-за многого функционала, из-за Kinect, из-за возможности записывать видео, из-за возможности смотреть ТВ и так далее. Поэтому функционал для меня будет тоже очень важен. Если же на новом Xbox представят какой-то новый Kinect, новый VR, то я... Я офигею и по-любому возьму Xbox. Но также я все равно буду смотреть на PlayStation. Очень жду, что на новом Xbox будет новый Kinect, и он не облажается. Пожалуйста! Люблю такие двигательные игры, то есть, ну, мне реально в кайф попросить перед телеком. Также к функциям отнесу обратную совместимость. Да, на PlayStation 5 уже якобы подтвердили обратную совместимость при помощи того, что будет одна и та же архитектура, ну и просто говорили, что все же будет обратная совместимость. На консоль PlayStation 5 будут играться игры в PlayStation 4. Это круто. Насчет Xbox такого подтверждения не было. Но если же подумать, то, скорее всего, она тоже будет. И игры от Xbox 360 от Xbox One и от Xbox Original, естественно, будут играться на новом Xbox. Потому что, ну, недаром они все это развивают. Также в новом поколении будет что-то с облаками. Ну, якобы облачный гейминг. Он не уйдет от нас. И тут я вообще не знаю, что выбрать, потому что я не понимаю, сколько это будет стоить, как это будет работать. И данная тема весьма загадочна для меня. И поэтому тут уже нужно просто посмотреть подробности. Потому что я даже рассуждать на эту тему, ну, затрудняюсь. Потому что я даже не могу представить, что предложат. И что это вообще... Как это будет, если будут существовать стационарные консоли. То есть, как они не убьются, если ты можешь поиграть в игры в новом поколении абсолютно везде и в хорошем качестве. Поэтому, отвечая на вопрос, какую консоль я все же выберу в новом поколении, я отвечу так. Желательно, я хотел бы взять обе консоли, потому что по-любому на двух консолях будет что-то эксклюзивное, за что хотелось бы купить именно эту консоль. Если же да, ну, какая-то консоль будет для меня чисто хуже, да, по функционалу, по играм, по возможностям, то да, это минус одна консоль для меня, я не куплю вторую. Но если же они будут абсолютно одинаковые, но у них будут какие-то преимущества между собой, то я, скорее всего, возьму две консоли. Но прежде чем я сделаю выбор, я, естественно, посмотрю презентацию, посмотрю, что нам пообещают, что сделают, такие анонсы нас ожидают, и только потом я приму решение. На данный момент, да, я хотел бы купить сразу две консоли, потому что что-то упускать, это уже, ну, нехотно. И если вы хотите играть в новые игры, хотите играть в все, лучше купить, конечно же, естественно, две консоли сразу. Но посмотрим, как оно будет по факту. Пока что бежать впервые паровоза не вижу смысла, потому что мы, в принципе, ничего не знаем о новых консолях, там лишь какие-то крупицы, какие-то слухи, но, опять же, это, ну, все, возможно, не факт. Поэтому сначала смотрим презентацию, анализируем, и после уже делаем окончательный выбор, и готовим, естественно, денежки. Думаю, конечно, на две консоли придется сотку по-любому потратить, по-любому. И на этом у меня все. Пишите в комментариях, какую вы хотите консоль нового поколения, что вы от нее ждете, что для вас самое важное в консоли. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!